Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова в эфире программа «Подоплёка». У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. А в гостях у нас сегодня проректор Латвийской художественной академии по образованию науки Андрис Тейкмэнс. Добрый день. Добрый день. И мы постараемся связаться по телефону с нашим экс-министром образования, экспертом по образованию науки Робертом Киллисом и депутатом Сейма Марией Голубевой. Итак, сегодня у нас обсуждается тема неутверждения на посту ректора Латвийского университета на второй срок профессора-академика Индрикиса Можникса. Надо сказать, что случай этот, ну на моей памяти, беспрецедентный. Такого в нашей новейшей истории не было. И, конечно, эта ситуация вызывает разноречивые отклики. С одной стороны, мы помним, что при первом голосовании за кандидатуру Можникса во время переизбрания было подано равное количество голосов как за, так и против. И теперь министр образования утверждает, что именно это заставило ее задуматься о том, а действительно ли этот человек подходит на роль ректора, или все-таки у него нет поддержки в университетской среде. Потом состоялась другая процедура, в результате которой ректор был избран. И профессиональные адвокатские бюро, которые исследовали эту ситуацию и смотрели с точки зрения закона на то, как была соблюдена процедура, были ли нарушены какие-то законодательные нормы, не сочли, что какие-то серьезные нарушения были допущены. И, соответственно, нет оснований, чтобы не утверждать Можникса на посту ректора. Однако после долгих проволочек, обсуждений и дискуссий, все-таки кабинет министров проголосовал за то, чтобы академика на посту ректора не утвердить. И это даже получило в прессе такую оценку, что это как будто бы подтвердило монолитность кабинета министров, его решимость действовать единым фронтом и на базе единых ценностей. У нас в студии Андрис Тейкманис, он уже долгие годы работает в системе высшего образования и, наверное, может как человек из академической среды прокомментировать вот эту ситуацию. Как вам кажется, действительно ли кабинет министров и Министерство образования в данном случае, так сказать, руководствуется какими-то высшими соображениями и хочет, чтобы у избранного ректора нашего ведущего вуза был непререкаемый авторитет? Или все-таки вам кажется, что какие-то здесь причины другие? Ну, я думаю, очень удачно, что сегодня мы… название подоплёка сегодняшней беседы. И тут действительно есть несколько подоплёк. Политическая подоплёка, юридическая подоплёка и, наверное, академическая подоплёка в самом университете. Юридическая подоплёка – это более сложный вопрос, конечно, потому что юридическая наука – это как искусство. И сколько вы встретите юристов, у каждого юриста будет светолкование законов, поэтому судится как искусство. Мы даже знаем, есть такой термин, один из наших юристов-основополагателей современной юридической практики этот термин воплотил в жизнь. Но политическая подоплёка, мне кажется, даже более рискованная, существенная, потому что вы правильно намекнули на то, что действительно определённые политические силы, определённые журналисты, которые симпатизируют определённым политическим силам, это как бы преподнесли как какую-то победу, политическую победу Кабинету министров. И тогда у нас спрашивается, политическая победа Кабинета министров над кем, над системой высшего образования, над Индрити Мойжниксом, над людьми, которые были на стороне Индрити Мойжникса. Это вызывает очень много вопросов, потому что в данном моменте действительно первое собрание, где была первая очередь голосования, она была такая странная. Я тоже обратил на это внимание, что там голоса разделились, и они так не очень ясно. Но было второе собрание, на втором собрании, очередительное собрание избрало ректора, и, по-моему, закон о высшем образовательных институтах, или в вузах, закон о вузах, он довольно-таки ясно даёт понять, что все очередительное собрание вуза выбирает ректора, и самоопределяет, как выбрать ректора. И кабинет министров может отменить это решение только если есть нарушение закона или если есть нарушение самой Конституции вуза. И в данной ситуации это не было так очевидно, что второе собрание нарушило закон или нарушило Конституцию, поэтому уже это было как бы политическое решение. И мы видим, что это решение обросло целым рядом уже политической риторики, что нужно менять образ управления вузов, нужно там какие-то вузы, даже когда уже вчера была такая дискуссия, там уже какие-то программы нужно закрывать или какие-то вузы нужно присоединять к другим вузам. Это уже всё выглядело в каком-то огромном потоке. И при этом, как ни странно, министерство начало отзываться уже на рекомендацию о сокращении вузов, о изменении внутреннего управления, которое преподнес ни много ни мало как совет внешних инвесторов или зарубежных инвесторов. Я думаю, это в принципе так и с точки зрения автономии высшего образования довольно-таки скандальная ситуация, потому что я не могу представить ситуацию, как в Германии или во Франции зарубежные инвесторы могут прийти и сказать, дорогие друзья, давай перекроем систему высшего образования Франции. Мы, американские инвесторы, приехали, и нам кажется, что французские вузы так и неправильно как-то управляются, и слишком много их или там как-то. А в этой ситуации это уже как бы такой финансовый неоколонизм. Колонизм приезжает какие-то люди, и они говорят, что мы знаем, как это сделать лучше. Потому что один из основополагающих принципов европейской демократии – это независимость высшего образования и академической демократии, внутренней академической демократии. То есть это можно сказать, если не четвертая, то какая-то пятая власть, которая должна быть автономной? В идеале да. Потому что мы видим, что политическая власть, политическая элита, особенно в наши дни, особенно когда демократии стали шаткими, особенно когда все ценности, на которых зиждется западная демократия, в последние 3-4 года она как бы зашаталась. В данном случае я думаю, что это даже ултраважно, чтобы осталось в обществе какие-то острова, интеллектуально независимые от политической элиты, какие-то другие элиты, которые могут в каком-то определенном случае указать на другие пути развития, на другие модели развития общества и государства. Мы попросим наших радиослушателей высказывать свои мнения, задавать вопросы по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Наверняка у вас есть какое-то свое представление о том, как работает вузовская система. Действительно ли нужно, начиная с ректора Латвийского университета, ее перетряхивать, исправлять, подгонять под стандарты Совета иностранных инвесторов, которые действуют в Латвии. И звоните нам, мы постараемся ответить на ваши вопросы, выслушать ваши комментарии. А сейчас я хотела бы еще раз спросить нашего гостя Андрея Садейкманиса, члена Совета по высшему образованию, насколько все-таки автономия высшего образования реально действовала до сих пор. Ведь любой обыватель может вам сказать, что вузы финансируются государством, а, соответственно, государство может, так сказать, заказывать музыку. Хочет – дает деньги, не хочет – не дает деньги. Вот в чем тут? Это довольно-таки правильно, потому что вид, образ или модель, которую государство выбрало финансировать высшее образование, в принципе, дает государство очень эффективный инструмент управления высшим образованием в то русло, которое нужно для страны, для нации, для развития народного хозяйства. Это пользуется такой термин, английский – это remote steering, это на русском было как бы отдаленное управление, отдаленное управление с помощью финансовых ресурсов. Это довольно-таки эффективный инструмент. Идея, что политики хочут сделать советы, поставить своих людей в вузах, чтобы они перешли на уровень уже микроуправления вузами, повседневной жизни, в каких-то там этажах строить туалеты. То есть делать векторов марионетками. Каких преподавателей принимать на работу, каких не принимать на работу, и то самое рискованное, что учить или что не учить в вузах. И это, я думаю, уже возвращение времена, которыми все были. Тоталитарные времена, то есть? Тоталитарные времена, да, потому что этот принцип академической демократии, который управлен в высшем образовательном учреждении, в законе о вузах, это одно из самых главных достижений постталитарного периода в латвийском обществе, я считаю, и автономия вузов, в принципе, не самая плохая. Но где-то мы, если разделить на три трети, все, что происходит, мы первая третья в Европе по автономии вузов. И это позволило у латвийских вузов пережить эпоху кризиса и пережить это десятилетие, потому что с 2008 года финансирование высшего образования и науки сократилось на 100 миллионов евро. И несмотря на это сокращение, вузы функционируют, и мы проводим образование на уровне, на том самом уровне, на котором и проводится образование в других европейских странах. Да, конечно, мы не в топ-10, не в топ-100, но при таком объеме финансирования это невозможно. Ну, знаете что, мне кажется, что здесь можно просто посмотреть на эту ситуацию и подумать о том, что буквально пару месяцев назад на комиссии высшего сейма по образованию, науке и культуре обсуждался вопрос о том, как наши вузы довести до уровня топ-500 в мире. Ну, и, естественно, поднялся вопрос о финансировании, которое, как вы справедливо сказали, уменьшено было, урезано чуть ли не вдвое. И не вернулось, и не вернулось, и не вернулось. Да. Все вернулось на своих местах. Например, министр Каменч сказал, что на выполнение предвыборных обещаний нужен миллиард, а его нет. И, соответственно, понятно, что денег нет, но вы держитесь. Поэтому, когда этих денег нет и реально добиться результата, который хотелось бы, невозможно, начинается перевод стрелок. И тут возникает ситуация с мужниксом, и все начинают дружно кричать, значит, вот у нас с вузами непорядок, давайте мы затеем реформу. Даже президент подключился, он сказал, я займусь этим вопросом, я придумаю, как это сделать лучше. И получается, что все забыли, что о деньгах забыли. Ну, я думаю, они забыли. Это политическая игра, очень простая политическая игра. Последние 10 лет мы все время играли эту игру. Таким образом мы буквально, ну, мы все видели, что произошло в медицине. В медицине было то же самое. Сначала говорили, сделать реформу, институциональную реформу, тогда будет финансирование медицины. Это не случилось, да. И в данный момент у меня условно корыта в медицине. И тоже самое в образовательной системе. И в средней образовательной, и в школьной, и в образовательной системе выше. Мы сначала сделаем реформы, а тогда мы дадим финансирование. Мы уже несколько эпизодов, несколько подряд реформ сделали. Были эксперты Всемирного банка 5 лет назад. Мы сделали самую современную систему финансированную, высшего образования. Мы можем с этой системой ехать по Европе, всем рассказывать и все в восторге. Потому что это действительно хорошая модель. Это как бы вы купили самую лучшую машину, но у вас нет денег на топливо. Хорошо. К сожалению, история с переводом стрелок у нас как-то повторяется с пугающей регулярностью. И сегодня мы видим, что именно эта история является подоплекой не переизбрания, не переутверждения академика Можникса на посту ректора Латвийского университета. Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, а через 5 минут свяжемся с нашими экспертами Робертом Киллисом и Марией Голубевой, чтобы продолжить этот разговор. Не переключайтесь, ждем вас через 5 минут. Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы обсуждаем о том, как с историей проректора Латвийского университета Можникса политики, пытаются перевести стрелки в системе высшего образования, то есть денег, видимо, на то, чтобы наши вузы получили наконец должное финансирование после пресловутого кризиса 2008 года, после которого прошло 11 лет, и смогли претендовать на более высокие позиции в мировых рейтингах. Нет этих денег. Ну, как бы ситуацию как-то решать надо, поэтому вот нашли наконец-то виновных, это ректоров, это людей, которые стоят у руководства вузов, и решили начать с Латвийского университета, и не утвердили избранного учредительным собранием университета ректора на этом посту. Ситуация эта беспрецедентная, напомню, и в академической среде она вызвала, ну, протесты. Вот, например, профессор университета Илмар Чеппан, и бывший многолетний депутат Сейма, назвала эту ситуацию беспрецедентным вмешательством в академическую свободу. Наш гость сегодня, проректор Латвийской академии художества Андрис Тейкманис, и он же член Совета по высшему образованию Латвии, говорит, что наша система управления вузами, в принципе, является очень современной и хорошей. Она обеспечивает вузам академическую свободу, и в то же время государству и рычаги управления через финансирование определенных программ. Сейчас мы постараемся связаться с нашими экспертами по высшему образованию, и в частности, экс-министром и реформатором Робертом Киллисом. Попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна набрать его по телефону. А вас приглашаем звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, и высказывать свое мнение о системе высшего образования. Я хочу назвать только один факт. Вот у меня дочь младшая в этом году закончила школу, Рижскую среднюю школу номер 10. Из 25 ребят, которые закончили школу вместе с ней в ее классе, остались в Латвии 21. И я считаю, что вот это один из показателей все-таки конкурентоспособности и привлекательности нашей системы образования. Андрис, вот как Латвийская Академия Художеств, которая имеет, по-моему, контакты со 150 вузами во всем мире, ощущает вот эту конкурентоспособность в своей работе? Ну, мы уже в данный момент, только один эпизод, когда президент Макрон провозгласил европейские инициативы европейских университетов создать 30 мощных корпораций вузов в Европе, мы участвовали в одном из проектов и вместе с тремя другими вузами по художественному образованию выиграли в этом конкурсе и только две вузы в Латвии, Академии Художеств и уже упомянутый Латвийский университет, являются членами корпораций, консорциумов, которые реализуют эти европейские проекты, европейских университетов. И, между прочим, не один эстонский. И, между прочим, это, я думаю, показатель того, что могут сделать люди в Латвийском университетном образовании, насколько они талантливы, насколько они способны. Хорошо, у нас на связи Роберт Киллис. Роберт, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вам видится ситуация с Латвийским университетом сегодня? Мы как бы в разговоре с Андрисом Тейкманисом пришли к мысли о том, что на самом деле этот скандал возник для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем с финансированием высшего образования и с системой высшего образования как таковой. Ваше мнение каково? Там, наверное, много, несколько факторов. Один тоже политический, это все-таки сфера, где новая консервативная партия хочет тоже какие-то вещи сделать. Это одна вещь, там все-таки с другой стороны другие партии, коалиции думают, как будет с бюджетом. А вторая вещь, наверное, это все-таки серьезные вопросы насчет самой процедуры. Я все-таки думаю, что там есть вещи, которые надо улучшить. В-третьих, мне кажется, это... Процедуры выбора вы имеете в виду? Процедуры самого процесса выбора. И в-третьих, все-таки, наверное, это сигнализирует, что что-то с самой системой, когда ВУЗ выбирает, потом правительство одобряет, что-то там не ладится. И с автономностью, и тоже с возможностью правительства как-то серьезно влиять на этот процесс. Конечно, есть страны, где какие-то вещи такие тоже происходят, но в большинстве все-таки правительство не вмешивается в то, как в ВУЗе самому происходит вещь. Но, конечно, и еще там все-таки это серьезный вопрос об управлении ВУЗами как организациями. Это уже довольно длительная история. Здесь разные примеры. И в Европе тоже есть. Но в Латвии надо выбирать, что дальше делать. Роберт, ну, вы известны как министр, который, наверное, первым затеял разговор о реформах высшем образовании. Сейчас снова этот разговор поднялся, и сам президент выразил желание поучаствовать в этих реформах. Вот как вам кажется, дело идет в том русле, в котором вы предлагали, или тут имеют место какие-то метания из стороны в сторону? Да нет, я думаю, что это одна из самых трудных сфер, где какие-то перемены делать. Есть те вещи, о которых я в своем время говорил, тоже насчет изменения управления ВУЗов. Сейчас опять поднимается. Есть вещи, которые как бы происходят, но сами по себе или сами ВУЗы уже понимают, что надо что-то делать, там уменьшается число факультетов, что-то думают о программах, есть больше английского языка. Но все эти вещи я какое-то время обратно предлагал. Они происходят более длительно, неже, например, в среднем образовании или профессиональном образовании. А с чем это связано? С какой-то инертностью? Наверное, сама структура управления всей сферой и все-таки влиятельность представителей ВУЗов в правительстве и политическом спектре довольно большое по сравнению с другими группами. Ну, там надо все, ну, с, этот, арвуд бедрибов, ну, профсоюз. Учителей ждят, чтобы, ну, что-то там можно было повлиять на политические процессы. Но представители ВУЗов или те, которые имеют еще работу или образование от ВУЗов, они в политическом спектре довольно хорошо представлены. Может быть, одна из самых лучших представленных групп. Это, мне кажется, очень серьезный вопрос, почему это идет так, так медленно. Ну, посмотрите, ну, представитель высшего, совета высшего образования тот же самый, что был там 10 лет назад. Наверное, это все-таки как бы сигнализирует, что там что-то не меняется. Хотя надо было меняться. Ну, так. Ну, вы упомянули про новую консервативную партию и то, что она имеет какое-то желание сделать перемены. Ну, почему перемены какие-то происходят по принципу ломать, не строить? Или просто у Латвийского университета впереди большая программа развития, там, возможно, какие-то деньги на строительство и так далее, и так далее. И люди из этой партии хотят наложить лапу на эти бюджеты. Я не думал так, вот так, ну, как это называется, созвездные теории. Да, теория Загорова. Теория Загорова. Нет, просто, вот есть такая динамика политических отношений между партнерами в коллекции, где новая консервативная. Я не голосовал о новой консервативной партии, я не представляю ее вообще. Ну, я понимаю, что там есть какие-то там, ну, заскоки, что там есть вещи, которые новая консервативная, ну, как бы, не отобрает, приятная для нее была, так что надо что-то компенсировать. Министерство образования все-таки руководит представителем новой консервативной партии. Ну, в этом смысле я не думаю. Не думаю, что там очень серьезные, детальные программы изменений, что сама партия принесла образование. Все эти программы все-таки, ну, в предыдущее время развивались. Но это все-таки, ну, такая динамика политических отношений сейчас, что позволяет правительству, ну, позволяет, как бы, делать это более возможным, чтобы правительство не одобряет решение университета насчет ректора. То есть министр увидел возможность попиариться и решил ее использовать? Ну, не знаю, попиариться. Там, наверное, есть какие-то более серьезные мотивы тоже, но это как бы, это есть фон. Ну, политические партии, которые как-то решают свои вещи, они используют разные ситуации и случаи, чтобы, ну, что-то продвинуть дальше. Ну, здесь появился случай. Она использовала это. Ну, можно сказать, перепиариться, может быть, что-то более серьезное там есть. Я буду смотреть. Я сейчас с осторожностью просто смотрю вообще. А как вы думаете, каков может быть исход суда административного, куда обратился Индрики Смужник с иском по поводу решения кабинета министров? Ну, университет не будет делать это в суде. Университет как, ну, организация, я так понял. Из того, что сказал представитель сейчас статуса ректора. Как самим про решение Мужника будет, мне трудно сказать. Наверное, то, что университет не стоит на судопроизводстве, это, наверное, сигнал, как университет смотрит на все это. Сейчас пока, да. Это мы можем сказать. То, что будет... Вы заходите, думаю, что будет новый ректор. И это как-то, ну, смягчит эти вещи. Мы видим, что в самом университете нет единого мнения, но что, то же, как надо дальше делать вещи. Наверное, все-таки это какой-то кризис. Действительно, кризис надо как-то не начать управлять. А суд не самый хороший способ управления вещами. Так что, наверное, все-таки пойдет к новым ректорам. Спасибо большое, Роберт, за ваш комментарий. У нас с нами на прямой телефонной связи был экс-министр образования Роберт Киллис, и он высказал свою точку зрения на ситуацию с неутверждением академика Мужникса на посту ректора Латвийского университета. Еще раз напоминаю, что вы можете позвонить в студию по телефону 672-19-93-9, 672-13-93-9, высказать свои комментарии на эту тему. А я задам нашему гостю Андрису Тейкманису вопрос о том, насколько министерство оценивало репутационные риски в этой ситуации. Или, ну, в данном случае никто об этом не думал и действовали, ну, вот, по обстоятельствам, ну, действительно, новый политический расклад, нужно себя как-то проявлять, и вот пошли ва-банк. Я думаю, что там таким серьезным менеджментом рисков вообще не занялись в министерстве образования, потому что данная ситуация неоднозначно с точки зрения юридического плана, и уже там упомянулось об этом суде возможном, суд может принять действительно несколько решений по этому вопросу. Я не юрист, чтобы сказать, в какую сторону суд пройдет. Но это все оставляет самый большой латвийский вуз в таком неопределенном ситуации. И в данный момент, когда вуз начинает свое действие в этом роли партнера по европейским университетам, и вуз пытается наладить свою позицию в топе в европейском вузе, репутация вузов – это одна из самых важных составляющих компонентов, как с вами будут сотрудничать зарубежные партнеры и так далее. Если они узнают, что у вас в вашей стране, ну, это идет кувырьком, и там неясно, ректор или не ректор, исполняющий базы обязанностей, будет ли там, не будет, следующие выборы будут законными, не будут законными, потому что теперь уже говорят, что они будут не через два месяца, как это действительно в законе, положено по закону, а когда-то еще там в декабре или в январе, или даже это уже мы выходим с такой серой зоны в зону хаоса немножко, и я не думаю, что это самое хорошее для людей, которые работают в латвийском университете, в латвийском университете, для преподавателей, для студентов, и это не самая хорошая новость для людей, которые работают в системе большого образования Латвии. Ну, собственно говоря, есть закон, и закон одинаков для всех, получается, что закон не столб, перепрыгнуть нельзя, обойти можно, получается, что и министерство сейчас идет на такие шаги. Почему? Ну, они чувствуют себя как-то слишком уверенно, они, может, в этой политической коалиции, ну, заняли роль какого-то ключевого игрока, который может решать вопросы. Или тут вот скоро будет бюджет, это более важные вопросы, и ситуация с университетом отойдет на второй план. Ну, я не политолог, я не могу так с уверенностью там сделать какие-то прогнозы, так сказать, почему один или второе, или третье решение. Но если министерство образования принимает решение, не прорабатывая в долгосрочной перспективе все возможные риски, это очень плохой знак, потому что образовательная система, в том числе высшая образовательная система, она долгосрочна. Любой студент, который в этом году вступил учиться в любом латышском вузе, окончит вуз, когда уже будет власти совершенно другая партия, другой министр, другие люди, да, и даже другие люди будут работать в министерстве. Мы в последние 10 лет наблюдали несколько раз, как менялись коренные игроки в министерстве, как менялись коренные идеи. В данный момент мы, например, реализуем европейские структуральные проекты, которые нацелены на улучшение управления внутренним управлением вузами. Но люди, которые провозгласили эти проекты, которые были как бы флагманами, основными игроками, эти люди уже не работают в министерстве. И есть такое ощущение, что флот движется, ну, например, испанский флот движется к берегам Бразилии, но вице-король уже не работает, вице-король уже где-то этот флот движется, и никто уже не знает, как с этим результатом, что мы будем сообщать, когда мы доедем до Бразилии. Это несколько раз уже было, это повторяется. Любые реформы, которые начнет данный министр образования, они завершатся уже, когда он уже не будет министром. Это очень большая ответственность, которая ложится на плечи министра, на плечи людей, которые работают в министерстве. И каждый раз, когда принимается решение, не прорабатывая все риски, это приводит в стрессовые ситуации, не только определенные вузы, но всю систему высшего образования. А то, что сказал Роберт Киллис по поводу, может быть, чрезмерности влияния правительства на процедуру избрания ректоров, я понимаю, что сейчас эта процедура утверждения ректоров прописана в законе, может быть, следовало бы инициировать пересмотр этой статьи. На самом деле, если оговорено, что человек не может быть ректором больше двух сроков подряд, может быть, это достаточное основание для того, чтобы была сменяемость кадров и так далее, и так далее. Зачем Кабинету министров реально быть, так сказать, рефери над этим процессом? Ну, насколько я знаю, председатель Комитета по образованию, культуре и науке, господин Ашер Аденс, именно сегодня этот вопрос поднимает в своем комитете на законодательном уровне как один из возможных решений этой проблемы, отказаться от этой процедуры и оставить возможность, конечно, министерство в любой ситуации может определиться в суд, если ей кажется, министерству кажется, что что-то сделали не так, или, ну, например, и, конечно, вуз такое учебное заведение, как любое другое, если там что-то происходит особо плохое, действие этого вуза в любой момент может прекратить инспекции по качеству образования и так далее. Есть несколько инструментов, но эта процедура, она до сих пор была процедура как бы… Формальной. Ну, такая как бы формальная, как это говорится, ну, на свадьбе, это там, а да, так приходят, и там все там, все пожимают руки, цветы и так далее. Но в данный момент просто оказалось, что эта процедура – огромный подводный камень, на который наткнулся Латвийский университет. Да, это вопрос действительно в чистоте юридических систем, в чистоте закона. Если есть автономия вузов, то почему еще руководитель вуза должен в какой-то момент проходить через эту процедуру в кабинете министров? Мне кажется, что сегодня как раз на заседании Совета по высшему образованию вы будете обсуждать в том числе и эту ситуацию. То есть вы, как, ну, такой коллегиальный орган вузов, можете свою точку зрения высказать, обратиться, допустим, с законодательной инициативой в СЭИМ, или какие ваши инструменты воздействия на подобные ситуации политического давления на вузы? Закон прописал довольно-таки четко, что не может делать Совет по высшему образованию. И мы можем дать свои, как бы, рекомендации и проводить свой этот взгляд на проблемы, на структуральные или законодательные проблемы, которые касаются высшего образования. У нас нет законодательной инициативы в чистом виде, мы не можем там написать законы и прийти с этим законом в фарламент, но мы, конечно, можем апеллировать к здравому смыслу политиков, и проводить свои какие-то идеи. В концепции по развитию высшего образования, который разработал Совет по высшему образованию в 2013 году, довольно-таки четко и прописано наше видение на то, как должно меняться внутреннее управление вузами. В соответствии с автономией, вузы должны иметь возможность сами делать свои структуры более мобильными и эффектными, в том числе, если вуз считает, особенно как большие вузы, что нужно создавать совет, вуз может сам создавать свой совет управления, стратегический совет управления. Если вуз считает, что данные структуры управления оптимальны, но их нужно каким-то образом улучшить, например, Сенат может быть членом Сената, который не только внутренний из вуза, но членом Совета, который внешний, там, представители индустрии, или представители отрасли, или третий вариант, который прописан в этой концепции, что вуз может решить, представить более много прав конвету советников, которые есть в каждом вузе. То есть мы предложили три модели, которые вуз может сам выбрать. Я думаю, это самое оптимальное, чтобы была сохранена автономия вузов, чтобы не было одного решения для всех, потому что это же никогда не работает. Ну, вот эту концепцию, которую Вы предложили, она может быть реализована просто самими вузами, ее не следует оформлять закон или каким-то другим таким способом, чтобы это стало... Да, 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 и нет. Вузы, особенно те вузы, которые учредительны государством, они, так же, как все институции государства, могут делать только то, что разрешено законом. Это частное юридическое лицо может делать то, что не запрещено законом, а государство, ну, или как вузы являются частью государства, как юридического лица, они могут делать только то, что дозволено законом. Ну, и все-таки про деньги. Что обещают нашей системе высшего образования, нынешние политики? Они уже пообещали пенсионерам там пенсии 500 евро, людям минимальную зарплату и так далее. Вузам что-то пообещали? Все представители политических партий, которые теперь же создали в правительство, в коалицию, во время предвыборных кампаний, обещали, что все студенты Латвии смогут учиться за бюджетные деньги. Но, как мы видим, это не произошло, и, насколько мы ясно видим, что в ближайшие 2-3 года никто не обещает действительно каких-то игру, меняющих вложений в высшее образование и в науке. Ну, я думаю, что, может быть, не столь важно каждого студента учить за бюджетные деньги, а он потом уедет за границу работать, получив у нас качественно высшее образование, сколько действительно изменить отношение к финансированию науки и исследований, которые именно и продвигают Латвию и любую страну вперед. И, к сожалению, вот по этому фактору мы сильно отстаем от наших, не только от наших ближайших соседей Литвы и Эстонии, но даже и от средних показателей по Евросоюзу. У нас сегодня в студии был проректор Латвийской академии художеств по науке и образованию Андрис Тейкманис. Мы обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг ректора Латвийского университета академика Мужникса, которого Кабинет министров не утвердил на этой должности. И, к сожалению, должны признать, что в этой ситуации, к сожалению, очень много политических факторов и мало рассуждений о здравом смысле и анализа рисков. В следующей программе подоплека мы поговорим о латвийских мостах, кто их строит, когда они будут отремонтированы и почему мы будем ездить через Брасовский и Дегловский мост с большими трудностями. С вами была автор и ведущая программы Людмила Прибыльская. Встретимся следующую пятницу с 12 до 13 часов. Всего доброго!